Всем привет! На линии Григорий Комов. Вы смотрите новый выпуск моего кино-дайджеста, блога, влога. Посмотрели на неделе. Это уже, трудно подумать, 25 выпуск. Сегодня я не буду никого оттягивать за яйца, не буду тянуть время. Только что приезжал Джастив Ген, записали видос, дети в нас поиграли. Хорошо все время провели. В общем-то, сейчас уже час поздний, наверное, в воскресенье я уже выпустить рубрику не успею. Но посмотрите в понедельник, ничего страшного. Фильмов было посмотрено немало. Каких-то расскажу подробно, а каких-то будет такое легкое упоминание. Вот давайте начнем с тех, о которых я хочу лишь слегка упомянуть. На стриме с моими замечательными подписчиками мы посмотрели фильм «Чужой» Ридли Скотта 79-го года. Не очень люблю этот фильм. Я понимаю, что это культ, классика, принято ему поклоняться. Мне ближе кэмероновский подход и финчеровский подход даже ближе. Но это классика, это культ. Интересно было посмотреть его в правильном месте, в правильное время, в правильной атмосфере. Вот в компании с подписчиками мы там в чате общались. Было очень весело, было очень круто. На самом деле я получил большое удовольствие от просмотра. Мы ходили на перепоказ этого фильма на большом экране. Где-то в году 19-м, по-моему, его показывали, режиссерскую версию в каком-то кинотеатре. Там девушка сначала читала лекцию про фильм, про то, какой вклад в кинематограф он внес. Какой-то важный фильм, как в фантастике, как и в хорроре. Про Гигера что-то много рассказывала, интересно довольно-таки. Ну вот. А потом мы смотрели, и мне он показался, ну, крайне занудным. Крайне занудным. Ну, понимаете, тогда было лето, хорошая погода. Вот хотелось гулять, дышать воздухом, жизнь била ключом. Не было ни пандемии, не было ИСУ. Казалось, что вот жизнь течет, цветет и пахнет. Причем пахнет вкусно. Вот. Было не до чужого, скажу вам прямо. И поэтому я еле высидел тогда. Несмотря на то, что лекция мне понравилась в целом и в общем. А сейчас вот прям правильное настроение. Опять немножко похолодало. Смотреть фильм мы начали в полночь. Соответственно, это правильное настроение, правильное время суток. Темнота, я в наушниках, впритык к монитору. Да, блин, отличное кино. В очередной раз в этом убеждаюсь. Поэтому для тех, кто хочет устроить марафон по чужому, пересмотреть все классические части, это обязательно надо сделать, потому что в августе этого года выходит новый фильм. Надо классику, квадрологию надо пересмотреть. Можно забить на последние фильмы Ридли Скотта. Но первые четыре части надо обязательно посмотреть, чтобы уже смотреть Ромолоса, который выйдет, если мне память не изменяет, 18 августа. Ну, не знаю, будет ли у нас показывать его в кинотеатре. Ну, наверное, будут где-нибудь там по-тихому аккуратно казахстанские копии в кинотеатрах, которые в замкаде находятся. Ну, как это сейчас бывает очень часто. Потому что официально, конечно, фильм прокатываться в России не будет. Ну, да ладно. Не знаю, буду ли я его смотреть на большом экране. Скорее всего, да. Наверное, это вот как раз тот тип фильма, который надо посмотреть на большом экране. И раз уж я на кунг-фу панду четвертую с детьми сходил, то уж на нового чужого я точно пойду, чего и вам желаю. А еще один фильм мы посмотрели, тоже культовую классику. Не буду о ней рассказывать отдельно, но этот фильм все видели, я думаю. Это «Титаник» Джеймса Кэмерона. Предыстория такая. Мой младший сын ему 7 лет увлекся «Титаником». Ну, в смысле вот истории корабля, как он затонул, хронология событий и так далее. Документалки начал смотреть в большом количестве. Мне подходит такой, папа, ты знал, что там помощь приехала только через 5 часов? Какие-то факты мне называть. Что вот первым приплыл корабль под названием «Карпатия». Он плыл вот оттуда-то. То есть ему интересно и география, и маршрут «Титаника». «Титаника», и как все происходило. То есть процесс затопления. И все, ходил все неделю, говорит, надо мне посмотреть фильм «Титаник». Надо посмотреть фильм «Титаник». Потому что там достаточно точная историческая реконструкция. Я ему, ну, мы с супругой чуть-чуть переглядываемся. Говорим, слушай, Лев, а там ведь это, ну, про романтику, про любовь. Да, там масштабно снята сама катастрофа, безусловно. Но фильм-то не про это. Но он все равно настаивал. И вот мы решили, значит, посмотреть «Титаник». Посмотрели. Ну, Джеймс Кэмерон, ты, конечно, подонок. Рыдали мы все, вообще все. Супруга сдержалась, но она просто очень много раз этот фильм смотрела. Она сказала, говорит, я это первый раз, когда его смотрю и не плачу. У меня глаза намокли, я просто ушел. Но мне когда не хочется реветь при семье. Я не то, чтобы там, ну, не из тех мужчин, которые все время нардичен, холоде, но суров. Это точно не про меня. Я это тот еще чувствительная школьница была. Вот. И меня этот фильм довел до слез. А младший сын, он как раз плакался. Говорит, так всех жалко. Говорит, такие все хорошие. Ну, почему, говорит, так все несправедливо? Вот как так? Они же любили друг друга в семь лет. Я не знаю, правильно ли я поступил как родитель. Но мне кажется, да. Потому что я сказал, Лева, слез не сдерживай. Это нормально. Видишь, у меня тоже глаза мокрые. От этого фильма хочется плакать. Этот фильм очень талантливый. И это действительно так. Джеймс Кэмер, он все, за что он берется. Ну, пожалуй, про аватарь я только так сказать не могу. В общем, все, за что он берется, всегда получается шедевр. И, конечно, это потрясающее кино. Потрясающее. Это прям 10 из 10. Это золотой фонд. Я, причем, вы знаете, мои киновкусы. Я люблю хорроры, фантастику. Но здесь даже неважно, к какому жанру как вы относитесь. Нравится вам мелодрама, не нравится. Фильмы-катастрофы, там, мелодрама. Вот это все. Снято настолько потрясающе. Настолько талантливо, что надо быть, ну, я не знаю. Ну, крайне неэмпатичным, чтобы, ну, не посочувствовать этой истории. Не прочувствовать ее. Да, вот чисто по-человечески. Я советую вам пересмотреть этот фильм. Блин, 97-го года киношка смотрится на одном дыхании. Эти три часа пролетели как одна минута. Ну, я сейчас утрирую, конечно, но тем не менее. Это прям золотой фонд мирового кинематографа, это классика, это шедевр, это глыба, это айсберг, я бы сказал, самый настоящий айсберг, о который разбиваются сердца зрителей. Потрясающее кино. Ну, в общем, вот про эти два фильма я расскажу во вступлении, чтобы не говорить о них потом отдельно. Ну, а дальше я смотрел преимущественно новинки, и сейчас я вам о них расскажу, чтобы было хорошо, что-то плохо, как всегда. Но в целом и в общем эта неделя меня порадовала. Обо всем по порядку. Погнали. Еще один фильм, который мы посмотрели с семьей Алиса в стране чудес Тима Бертона. Ну, это не новинка, это фильм десятого года с очень спорными оценками, с очень противоположными рецензиями, противоположными оценками. Я склоняюсь к тому, что фильм плох. Ну, то есть, плохо для Тима Бертона. Это вот как раз тот период, когда он снимал всевозможные «Мрачные тени», «Парикмахерс, Флит-стрит». В общем, вот такие фильмы, которые плохими назвать нельзя. Ну, они не плохие, объективно. Ну, блин, это не «Сонная лощина», это не «Битлджус», это не «Эдвард Рукожоп». Ой, Рукожопа, блин. Ну, вы поняли, короче, этот. Ножницы руки, короче, вот. Забываю. Ну, то есть, как будто бы наметился творческий кризис. Техническое мастерство у автора все еще на месте. А вот какой-то магии, какой-то инфантильности, детскости, полета фантазии, как у ребенка, вот этого почему-то не чувствуется. Алиса – добротный голливудский фильм, слащавый, прям диснеевский. Такой вот правильный-правильный. И зачем они позвали Бертона это снимать, и зачем Бертон согласился, ну, для меня, конечно, загадка. Ну, причем я помню времена, когда этот фильм выходил. Я ходил на него в кинотеатр давным-давно, но потому что его рекламировали со страшной силой. Тим Бертон, величайший маг киноискусства, наконец-то добрался до самого главного сюрреалистичного произведения человечества. Алиса в стране чудес, он должен был ее экранизировать. Ну, и все ждали какой-то Тима Бертоновщины. Ну, понимаете, вот такой странности, какой-то волшебности, магичности. Я не знаю, как это сказать. Это то, что есть в фильмах Бертона. Ну, достаточно посмотреть Битл Джуз там или Сонную Лощину. Если вдруг не видели, вы сразу поймете, о чем я говорю. Так вот, никакой Бертоновщины в этом фильме нет. Добротный такой голливудский попс, голливудская жвачка. Спасает, конечно, Джонни Депп, который прекрасно играет самого себя, хотел сказать. Ну, безумца легкого, да. То есть, такого человека с легкими психическими отклонениями играет шляпника. На самом деле, он играет велевонку. Тут очень похожая роль. Те же ужимки, те же кривляния. Ну, вот подача такая же есть, что-то общее. Ну, и, конечно, большеголовая королева Хелена Боннам-Картер прекрасно справляется со своей ролью тоже. Вот они, они мне нравятся. Они здесь очень хорошо выступили. Сама Алиса какая-то не очень известная актриса. Васиковский у нее фамилия, имя не помню. Ну, она вот, ну, никакая. Она настолько стандартная, какая-то неяркая. Не знаю, ну, может быть, я что-то не понимаю. Но она, кстати, больше нигде особо и не снималась. Фильм компьютерный насквозь. То есть, все вот леса, декорации, монстры многие, они сделаны с помощью компьютерной графики. Хороший, дорогой. То есть, бюджет у фильма 200 миллионов долларов, что для 2010 года. Вау, это, ну, нихреновый бюджет. Соответственно, качество графики для 2010 года очень высокого уровня. Но ты сейчас уже смотришь, ты, ну, уже понимаешь вот эти вот, что сейчас могли бы сделать и лучше. Потому что CGI-эффекты, ну, у них есть свойство устаревать. Тут уж ничего не поделаешь. То, что круто в 2010 году, уже не так круто в 2024. В общем-то, все равно, моим детям понравилось. Для них-то какое-то веселое развлечение. Второй раз они его смотреть не захотят, я уверен. Фильм не предполагает к тому, что к нему вернутся еще раз. Он не культовый, не глубокий, не многослойный. Он хороший, как я уже сказал, добротный, одноразовый голливудский аттракцион. Причем здесь Тим Бертон, я так и не понял. Где здесь почерк Тима Бертона? Его тут нету. Ну, что ж, очень жаль. Очень жаль, но, по крайней мере, я еще раз убедился, что первое впечатление об Алисе в стране чудес у меня было правильное. То есть тогда, в 2010-м, я тоже ждал чего-то особенного. Это же, блин, Тим Бертон. Не, не в этот раз. К сожалению и увы. Тем не менее, с семьей посмотреть на вечерок норм, пойдет. Алиса в стране чудес. Попробуйте сами. Следующий фильм называется «Пассажир» 2023 года. Кровавый роуд-муви от Блюмхаус Продакшнс. Ну, Блюмхаус снимает очень разные фильмы. От шедевров до какого-то днища. И это как раз, ну, если не шедевр, то как минимум добротное кино выше среднего. Сюжет такой. Нам показывают придорожную закусочную. Там работает парень по имени Рэнди. Замкнутый, хорошо работает, совсем соглашается. Никогда ни с кем не спорят. Коллега по работе, какой-то альфа-самец, который лапает свою девку постоянно. Он его оскорбляет постоянно. Рэнди там, сожри испорченный бургер. То есть, ну, всячески над ним издевается. И тот послушно, спокойно, даже не пытается сопротивляться. За этими издевками наблюдает еще один парень по имени Бенсон. Бенсон наблюдает за издевками, но ничего не делает. Пару раз пытается заступиться, но Рэнди говорит, типа, не лезь. В итоге Бенсон не выдерживает, выходит покурить. Потом достает из багажника дробовик и начинает убивать всех обидчиков Рэнди. Сначала вот этого наглого альфа-самца, потом его женщину, потом главного менеджера. И говорит, слушай, говорит Рэнди, я тебе хочу помочь. Я вижу, ты замкнутый, ты забитый, ты ничего не делаешь со своей жизнью. Но со своей жизнью надо что-то делать. И, в общем-то, они ездят по городу, по разным людям. Не могу сказать, что они с ним делают. Не всех убивают, с кем-то просто разговаривают. Разговаривают, вот, исправляют ошибки прошлого. Ну, а Рэнди, он в детстве, у него травма. Короче, блин, вот знаете, очень тяжело рассказывать об этом фильме. Не хочется спойлерить, хочется, чтобы вы сами прониклись персонажами, чтобы вы сами узнали их истории. Но истории интересные, истории глубоки. И персонажи олицетворяют с собой две стороны, две грани результата детских травм. Рэнди, у Рэнди была детская травма. И он все, он выпал из мира. Он спокойно соглашается с обидчиками. Его берет заложник этот вооруженный коллега. Он тоже совсем соглашается. Он не пытается бежать, не пытается сопротивляться. Он ненавидит себя, ненавидит свою жизнь. Он просто в полнейшей апатии, в полнейшем отстранении. Бенсон, который с ружьем, он тоже травмирован серьезно. Мы так до конца и не узнаем историю травмы. Но там лишь намеки будут, когда он встретит своего учителя. Преподавателя, в смысле. И совершит с ним разные манипуляции. Но, короче, опять же, без спойлеров. Тоже очень травмированный. Но он, наоборот, он реагирует агрессивно. Он сразу хватается за ружье. Сразу бьет в лицо. Сразу начинает орать, выходить из себя. То есть он неуравновешенный. Вот две личности. Две грани детских психических травм. Бенсон увидел в Рэнди родственную душу. Несмотря на то, что тот апатичен. Но все равно он захотел ему помочь. Ну и в каком-то смысле помог. Хотя фильм трагичен. Фильм кровав. Фильм безжалостен. Он не пытается быть сопливым. Не пытается быть мягким. Люди мрут пачками. Причем незаслуженно. Как мне кажется. И так классно сделано, что нас автор фильма не сподвигает испытывать сочувствие. То есть нет давления на зрителя. Что типа посмотри, вот он подонок. Но есть причина, почему он такой. Или вот Рэнди, например, вялый, тюфяк, апатичный, ненавидящий себя, свою жизнь. Но вот у него тоже есть на это причина. Нет вот какой-то жалости. Мы видим двух людей. И мы наблюдаем за ними. Они крайне интересны. Нам интересно узнать причину. Но нет жалости. Мы понимаем, что Бенсон больной ублюдок и психопат. Ему надо быть в дурке. В лучшем случае. А лучше вообще не быть. Потому что он очень опасен. Он неуравновешен. Таким людям не надо находиться на свободе. А Рэнди, ну он тоже не вызывает жалости. Даже когда он рассказывает историю, мы узнаем причину такого его поведения. Такого его отношения к жизни. Ну все равно, знаете. Ну вот не возникает. Хочется наоборот как-то его растрясти. Ну вот Бенсон его пытался растрясти. И нам, зрителям, мне лично хотелось растрясти. Типа, ну давай решать эту проблему. Давай. Давай там психологу, психиатру таблеточки попей. Пообщайся с людьми. Ты же нормальный, молодой. У тебя вся жизнь впереди. Куда ты? Зачем ты на себе крест поставил? В 22 что ли года? Или 21. Не помню сколько его персонажа. Ну, видите, фильм вызывает эмоции. То есть я уже начинаю разговаривать с персонажами. Значит фильм работает, значит фильм хороший. Я его настоятельно рекомендую вам посмотреть. Его обозначили как драма-хоррор. Если в кинопоиске посмотреть. Но это ни хрена. Не хоррор, это ни хрена не драма. Ну, это какой-то такой сложно сочиненный роуд-муви. Хоррором его назвали, наверное, потому что сцены убийств, насилия. Ну, очень жестоко, конечно. Там вот избиение людей. Там одного человека избивали, не буду спойлерить. Очень жестко снят. Очень натуралистично. То есть там зубы разлетаются. Челюсть исковерканная. Лицо в крови. Ну, очень похоже на то, как это выглядит в реальной жизни. То есть без киношных вот этих вот звуков а-ля Брюсли. Там пш-пш. Вот этого нет. Ты прям слышишь этот звук. Ужасный абсолютно. Пугающий. Этот вот вопль сдавленный. Когда человек, ну, орет, но не может голос выпустить. Потому что ему дыхалку пробили. И он, ну, как-то кряхтит просто. Совершенно ужасающе. Как-то так. Насилия много в этом фильме. Но есть катарсис. То есть есть преодоление. Есть дуги характеров. Сначала герой такой, потом такой. Он принимает решения. Он меняется. Меняет свою жизнь. И это важно. Это важно. Это круто. То, что нам просто... Не просто показали какого-нибудь там чувачка, который вот не такой, как все. Да? Какой-нибудь там... Потому что его кто-то укусил. И он стал обладать суперспособностью. Или он изначально такой замечательный, всемогущий, трансгендерный гей. Который гениален, на все способен. То есть вот нет вот этих вот повесточных условностей. Мы видим судьбу человека вполне себе реалистично показанную. И как он преодолевает собственные невзгоды. Я люблю, когда герои меняются. Когда есть эта пресловутая дуга характера. Когда идет какое-то преодоление. Собственно, всю жизнь мы этим и занимаемся. Я имею в виду мы с вами. Становимся лучше, преодолеваем невзгоды, решаем проблемы. Растем. Ну, по крайней мере, так должно быть. Растем я имею в виду не как я в ширину, а растем духовно, да? Вот. Короче, фильм «Пассажир». Смотрите обязательно. Следующий фильм, точнее не фильм, сериал. Причем корейский. Песенка в голове звучит. «Один белый, другой серый, два веселых гуся». Потому что фильм называется «Паразит серый». Короче, еще один клон, резидент Ивола. Не дает покоя азиатам вся эта тема с вирусами. Короче, какие-то морские ежики попали с космоса на землю. Из них вылупились двухвостки, не двухвостки, а какие-то многоножки вот эти вот. Заползают людям в ухи, поедают мозг, и люди, значит, становятся неуправляемыми зомбиами-убийцами. У них башка может раскрываться в такой цветочек. Здесь два глазика вот так торчат. И они, значит, щупальца, ну, то есть другие части головы прощаются, щупальца острые. Они, значит, этими башкощупальцами все хватают и рвут. Какая у них цель, ну, я не знаю. Я посмотрел пока только одну серию, я вам честно скажу. Сериал только вчера появился, но мне он уже понравился. Это Netflix. Netflix, тупой, как всегда, дорама корейская, как всегда, все плачут, переигрывают. Но, блин, кровище льется, как ниндзя прыгают вот эти пришельцы. Ну, и судьба девушки там интересная. Да, там есть девушка, она необычная. Как действует паразит? Он, значит, проникает в человека, съедает мозг, и, значит, человек становится вот этим, цветком-убийцей. Вот, мутировавшим. А, значит, так получилось, что паразит залез к девушке, хотел найти мозг, но не нашел. Вот, поэтому пришлось съесть кусок жопы. Нет, я шучу. И поэтому девушка не до конца превратилась. Но на самом деле нет. На самом деле она была ранена, ее какой-то там маньяк порезал, и поэтому ресурсы паразита ушли на восстановление ран. И у паразита не хватило сил, значит, сожрать ее мозг. Не потому, что его там нет. Он там есть, скорее всего. Ну, по крайней мере, намеки на это присутствуют в фильме. Ну, в общем, она получеловек, полутварь, и она с собой общается. То есть у нее провалы в памяти, и она через дневник общается с тварью внутри себя. Ну, условно там, кто ты, почему, что тебе от меня надо. Вырубается, вырубается тому же ответ. Типа, я сожрать твои мозги, я ненавидеть всех человеков, я всех человеков убить. Ну, это я сейчас утрирую. Не знаю, что будет дальше в этом сериале, но начало очень бодрое. Корейцы прыгают, визжат, плачут, раскрываются бошки. Оттуда какие-то щупальца резидентивального типа вылазят, всех жрут, кровища льется. Сидишь такой, да, да, ну вы, блин, корейцы, ну вы даете. В общем, мощно смотрится. Искать в этом какой-то смысл, художественную глубину, ну не знаю, посмотрим, что будет дальше. Я помню сериал «Милый дом». Это примерно вот из той же серии. Тоже корейцы, тоже Netflix. Я понял, ребята из Netflix просекли, что люди это смотрят. Даже если они не фанаты корейцев, даже если они не фанаты хоррора. Просто это настолько зрелищно, ты сидишь и охреневаешь, блин, эффекты. Что-то все летают, все стреляют, кишки, мозги, расчлененка, конечности отлетают. Я не знаю, анатомические подробности можно изучать, сделав любой там стоп-кадр. Короче, качественно. Надо сказать, технически очень качественно. Ну это такой киноаттракцион, да, назовем это так. Плюс актерская игра, конечно. Конечно, ну меня каждый раз поражает актерская игра азиатов. Очень уж много вычурности, перекрученности эмоциональной. Если плакать, то прям, чтоб слезы заливали экран, чтоб мимика, вот это все скривленное лицо, прям, чтоб глаза еще ужас становились. Если драться и мстить за погибшего там мужа, сестры, брата, то надо рвать и ляшку стоять с таким, сука, вот таким вот прям, чтоб тебе страшно было просто на тебя смотреть. Ох, ну все равно, мне такое нравится, ребят. Развлечения, попсятина, жвачка, ну один раз не, как говорится, можно и посмотреть, да. Паразицерий. Смотрим. Ой, кричит бабуся, мне порвали пуси, двое черных, трое белых на гэнг-бэнгной тусе. Любой более-менее продвинутый или позиционирующий себя как продвинутый интеллектуал знает сейчас книгу Люци Сина «Задача трех тел». Очень модная книга, очень модное чтиво, типа новая веха научной фантастики, прям какое-то откровение. Книги Люци Сина продаются бешеными тиражами на всех языках, то есть он мега популярный и принято считать, что вот прям новое слово в фантастике. Ну, вопрос времени, когда бы экранизировали. И экранизировали. Нетфликс экранизировал «Задача трех тел». Шоураннерами выступили Беньёв и Вайс, это значит шоураннеры «Игры престолов». Ну, понимаете, что ни хер из горы, да, мягко говоря. Что можно сказать по поводу задач трех тел? Ну, давайте сюжет вкратце, просто такую маленькую затравочку. Ученые по всему миру начинают неистово заканчивать жизнь самоубийством, не с того, не с сего. Нам показывают группу ученых, и у одной из ученых перед глазами появился таймер. Вот реально обратный отсчет до того момента, как она, судя по всему, того. Происходят разные события. Мигание неба, какие-то фокусы со вселенной, которые физикой никак объяснить нельзя. Ну, просто невозможно. Ну, там говорят, слышь, выйди сегодня в полночь, тебе вселенная подмигнет. А смотрят на небо, и вселенная реально. Небо, вот знаете, как лампочка. Включили, выключили. Есть звезды, нет звезд. А она ученый, понимаете? Ну, у нее там трэш в голове. Она же всю жизнь посвятила науке. Параллельно нам показывают Монголию 67-го года. Девушка, ее отца забивают насмерть Хуновой и Бины. Вот, но она, несмотря на что, начинает работать на правительство, на сверхсекретную лабораторию. И события в 67-м году в Монголии связаны с тем, что происходит вот сейчас, в наше время. Не хочу спойлерить, но, в общем-то, всему будет научное обоснование. Все логически сложится. Хотя сначала ты смотришь фильм, ты не понимаешь. Ты знаешь, что Люци Синь, научная фантастика, туда-сюда. Не может быть мистики, но все как будто бы рассказ мистический. Знаете, мне это напомнило книге гораздо более мелкого писателя, но, тем не менее, тоже неплохого. Дин Кунс был такой писатель. Я не знаю, жив он сейчас или нет. Некоторые называли его конкурентом Стивена Кинга. Но не, вообще даже ни разу это там 1% от Стивена Кинга в плане художественного дарования. С моей точки зрения. У него тоже очень много историй, которые начинаются как мистика, и тяжело найти объяснение рациональное происходящим событиям. Ну, а потом пазл складывается, и ты понимаешь, что да, всему есть научное обоснование. Так вот, в этом сериале тоже всему есть научное обоснование, хотя первая серия 4 ты просто сидишь и охреневаешь. Здесь случилось это, здесь случилось то. Вели нового персонажа, еще одного персонажа, а потом этот внезапно умер. Здесь создатели Игры Престолов, как всегда в своем репертуаре, убивать героев, которым начинаешь испытывать симпатии, для них это норма вещей. И вот что-то происходит, одно, другое, третье, нас по таймлайну мотают. 67-й год, 2023 год, там 70-й какой-то год. Я причем не люблю такой сумбур, но здесь настолько талантливо все это преподносится, настолько это качественно сделано. Ну, Беньев, блин, он умеет, это просто затягивает. И тебе интересно, да что ж такое-то происходит, а? Почему небо мигает? Почему мистик какая-то происходит? Откуда вот эти виртуальные VR-шлемы из будущего? Что вообще происходит? Поверьте мне, такие вопросы вы будете себе задавать, скорее всего. К концу сезона, только к концу сезона, нам станет все понятно, все разложится по полочкам, мы поймем, наконец-то, кто враг, кто не враг, как будет действовать человечество перед лицом глобальной угрозы и так далее. Ну и, собственно, там, где заканчивается первый сезон, начинается представление. То есть, как бы, нет, я неправильно выразился, то есть весь первый сезон это экспозиция, это вот нас готовят, нам просто показывают всех персонажей, показывают мизансцену, где что, в каком времени происходит, где какие локации. Где-то чуть дальше середины сезона мы уже, ну, уже все запомнили, все в голове уложилось, и вот в последней серии начинается действие. Все сделано так, чтобы второй сезон, мы ждали вот так, ну, типа, скорее, 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 давайте, давайте, второй сезон. И, честно, да, мне уже хочется посмотреть, что будет дальше. Я не читал книгу, но мне захотелось прочитать, потому что, говорят, книга сложнее. Книга полна научных терминов, это действительно научная фантастика, что очень много теорий реально существующих, там, теории разных измерений, теории струн, там, все вот это, короче, рассматривается с разных сторон. В фильме этого нет. В фильме, наверное, это не нужен, потому что, ну, это не фильм-сериал, прошу прощения, есть фильм, но фильм, говорят, провальный, а это именно сериал от Нетфликс. Ну, это, на самом деле, сложно, запутанная нетфликсовская драма по мотивам книги. Да, сюжет соблюдается, но на науку не сделано большой ставки. То есть, здесь не будет таких глобальных лекций, почему вот это вот так работает, да? Нет. Здесь очень много людских взаимоотношений. Друг умирает, там, последние слова сказать, обнимашки, кто кого любит, кто кого не любит. В общем, тайны, интриги, расследования, правительственные заговоры, тупые военные, безжалостные какие-то организации, работающие на... Не могу сказать, не могу, простите, спойлеры. Короче, это важный релиз, важная новинка. Даже если вы не любите подобное кино, ну, шоураннеры хорошие, шоураннеры большие. Я, например, не люблю фэнтези, но я смотрел «Игру престолов», полтора сезона первого, и половину второго посмотрел, у меня просто нет времени. Но, насколько я не люблю подобный жанр, когда он сделан талантливыми людьми, оно работает. Я признаю, да, «Игра престолов», мега крутой сериал, просто, ну, не я целевая аудитория. Так же, как и фильм «Титаник», да, я не люблю мелодрамы. Ну, невозможно не любить «Титаник». Ну, я не знаю, каким надо быть человеком, чтобы тебе не нравился и фильм «Титаник». Я, причем, всегда спокойно смотрел, это сейчас уже я чуть более эмоционально раскачанный, после долгой работы над собой, я как бы не скрываюсь от своих чувств, я смотрю «Титаник», понимаешь, что я хочу плакать, я хочу плакать от этого фильма. Вот, хотя жанр не мой. Опять же говорю, задача трех тел. Жанр может быть не ваш, но явление заметное на кинополе, поэтому посмотреть рекомендую. Задача трех тел. Австрийско-немецкий хоррор «Дом с привидениями». Молодежный. Причем такой молодежный, что просто, ну, как бы вам сказать, большая крупная надпись. В данном фильме присутствует сцена курения. И тут же, значит, значок 18+, высовывается. Ну, мы такие, ладно, я не связал 18+, с тем, что в этом фильме курят. Но, на самом деле, то, что в этом фильме курят, это, наверное, самое страшное, что есть. Потому что фильм типичный молодежный ужастик. Семья, мама и двое сыновей, старшие и младшие, переезжают в небольшую деревню на юге Австрии. И папа, значит, у них недавно умер, поэтому нужно какое-то время уехать из большого города, подзаработать денег. И надо пожить вот в этой деревне. В каком-то полуразрушенном, полуразбитом доме. У дома плохая репутация, поэтому местные относятся к ним осторожно. Прошлая хозяйка этого дома отравила собственных детей и покончила с собой. Тоже отравившись. То есть, они там всяких-то ядовитых грибов наелись. Ну, в общем, семья живет в деревне. Старшие постоянно до него там докапываются местные гопники. Он хочет обратно в большой город, к друзьям. Ему там нечего делать. Но вдруг начинается следующее. Младший сын просыпается по ночам. И рисует всякое. А, пишет на хорватском языке что-то, значит, во сне. А семья, которая жила в этом доме до них, в которой случилась трагедия, они были хорватами. Мальчик, значит, ходит во сне, говорит на хорватском и пишет хорватские слова на стене. Ну, и, в общем, начинается расследование. Парень знакомится с девушкой. К ним еще присоединяется интересный такой ботаник своеобразный. Хороший пацан, кстати, хорошо свою роль сыграл. Все это приобретает стиль очень странных дел. На самом деле, видно, что создатели дома с привидениями вдохновлялись очень странными делами. Потому что манера повествования, манера общаться среди подростков, какие-то отсылки к поп-культуре. Ну, то есть, вот все это присутствует. Ну, только подешевле, попроще и только по-немецки, скажем так. Пугалки не пугают, они здесь такие условные. Здесь самое лучшее, что есть в фильме, это взаимоотношения подростков. Вот парню нравится девочка. Девочке нравится парень. Но они оба стеснительные, очень странные. Они из двух разных миров. Она деревенская. А он городской ботаник, которого все шпыняют, но который такой любопытный, любознательный. И очень хочет раскрыть это дело, помочь разобраться, почему младший брат пишет на стене, кто на самом деле убил детей прошлой семьи, ну и так далее. То есть, это превращается в детский детектив. Назовем это так. Ну, очень одноразовое зрелище и очень подростковое, что ли. Я даже не знаю, как сказать. Такой фильм можно показать по телевидению. Я не знаю, вот с детьми там посмотреть фоном. Оно не сильно завораживает, не сильно интригует. Очень проходное кино. И я опять же напомню, что там рейтинг 18+. Почему он там 18+, ни капли крови, ничего. Пару скримеров, ну, совершенно дурацких. Это тот фильм, не посмотрев который, вы не потеряете ничего. А если вы его все же посмотрите, он не доставит неудобства. Он не вызовет дискомфорта, чувства тошноты. Такого чувства, что ты тратишь свое время. Смотришь, какую-то парашу нет. Вот такого нет. Ты, ну, вроде смотришь. Актеры хорошо играют. То есть свет, камера, все поставлено, кадры выставлены. Все норм, норм. Но пройдет 15 минут, и ты об этом фильме не вспомнишь больше никогда. Ты не захочешь его в коллекцию, ты не захочешь его пересматривать. По крайней мере, так было со мной. Предполагаю, что так будет у большинства кинозрителей. Поэтому смотреть или нет, ну, очень одноразово. Очень посредственно. Неплохо, не срача, но соу-соу. Три из пяти. Я бы где-то так, ладно, три с плюсиком поставим. Дом с привидениями. Австрийский фильм ужасов. Одноразовый, как презерватив. Я уже как-то выражал мысль, что скоро надо будет выделять целый жанр. Называть его кейдж эксплуатейшн. То есть фильмы с Николасом Кейджем. Вне зависимости от жанра. Там хоррор, боевик, комедия, артхаус. Просто фильм с Николасом Кейджем. Это самое главное. Николас Кейдж, это такой, ну вот, я его вижу как кинобунтаря. Снимается в разных фильмах. Ему неинтересны большие голливудские проекты. Он давно ушел из большого голливудского кино. Он в какое-то время исчез, потом стал мемом. И вот уже вернувшись как мем, он начал сниматься в интересных авторских фильмах. Недавно я рассказывал про сценарий наших снов, потрясающий артхаус от студии А24. Потом был Мэнди, был цвет из иных миров по Лавкрафту. Невыносимая тяжесть гигантского таланта, потрясающий фильм, где он играл самого себя. Ну, по названию понятно. И вот, наконец-то, руки у меня дошли до схватки с дьяволом. «Схватка с дьяволом» — это боевик-триллер, которого не знаешь, что ждать. Николас Кейдж тут играет психопата. Чем-то мне напомнило классический его боевик «Фейс-Офф». Без лица, где он с траволтой местами поменялся. Такие же бешеные, маньячные ужимки и кривляния. Ну, блин, круто. Он сейчас такой с розами, волосами, взгляд безумный. Вот эти вот глаза гигантские. И ты понимаешь, что человек способен на всё. И что там его в башке, как его переклинит, когда он достанет ствол, начнёт всех расстреливать. Ты просто не можешь даже предположить. Настоящий псих. Вот просто веришь, что перед тобой настоящий психопат, которого начинаешь быстро бояться. Вкратце и в общем расскажу сюжет. Мужик спешил к жене в роддом. Зовёз, значит, сына к няньке. Сам рванул, жена уже рожает. Звонит ему, слушает. Давай, у нас вот в прошлый раз был выкидыш. Мне нужно, чтобы ты присутствовал на родах. Мне так будет легче. Говорит, да, дорогая, всё, несусь. Всё, уже подъезжаю, значит, к парковке. Всё, вот паркуюсь. И, значит, заезжает он в подземную парковку. Больница к нему. Сзади садится Николас Кейдж. Бухой. Доставит ствол. Говорит, слышь, поехали. Он говорит, в общем, возьми машину, деньги. Вот, что тебе надо, всё, бери. Но у меня жена рожает. Он говорит, мне типа похеру. Ты едешь со мной. Ты сейчас отвезёшь меня в какой-то там город. На букву Б, я забыл, как называется. Там, значит, меня высадишь. И тогда, может быть, останешься жив. Ну, в общем, они поехали. Мужик хочет к жене. Пару раз пытается сбежать. Но там безуспешно. В итоге Николас Кейдж говорит, слушай, а ты точно меня не помнишь? Мы ведь с тобой... Я ведь тебя знаю. Ну, и описывают судьбу человека какого-то. Говорит, я хочу тебя отомстить. Я тебя убью. Он говорит, нет, вы меня с кем-то спутали. Короче, это такой трэша-угарный тоже роуд-муви. Как и пассажир. Но если пассажир всё-таки такой фильм про преодоление, про дугу характера, про трагические судьбы травмированных людей, которые по-разному реагируют на окружающую действительность и на вызовы окружающего мира. То здесь нам показывают просто психопата. Безумного, больного, стреляющего в людей просто, блин, с лёгкостью лишает жизни. С ним лучше не связываться. Вот что-то ему не понравилось. Там официантка что-то не то сказала. Не так посмотрела. Сыр не тот ему положили в бургер. Всё. Для него это повод достать ствол. Он абсолютно безумный, абсолютно сумасшедший. Ему никого не жаль. В нём нет ничего человеческого. И у этого, кстати, есть причины. Кое-что человеческое в нём сломалось. Нам это тоже расскажут, но я не буду спойлерить. Потому что вам самим будет интересно узнать, кто же Николас Кейдж. Что это за персонаж? Наш мужик, который ехал к беременной жене, настолько ли он забитый, невинный, обычный ботаник. Всё непросто, правда. Но спойлерить не буду. Кейдж Эксплуатейшн. Шикарные фильмы с Николасом Кейджем. Плохих я не помню. Он как начал бомбить там с фильма про свинью и про аниматроников, так и бомбит до сих пор. Ничего плохого, ничего проходного пока что не было. Даже трэш-угарный ужастик про вампиров. Ренфилд, как что-то назывался. Я, по-моему, про него рассказывал. Где он играет Дракулу. Ну, уж там-то по трейлеру казалось, ну, будет полный вообще трэш. То есть, помойка. Но нет. Николас Кейдж своим мега-мастерством способен вытянуть, казалось бы, любую трэшанину. Короче, ребят, схватка с дьяволом. Ну, он на английском называется Sympathy for the Devil. То есть, сочувствие дьяволу, правильнее сказать. Ну, схватка так схватка. Нашим переводчикам виднее. Хотя, сочувствие дьяволу, мне кажется, более подходящее название. Ну, и здесь, конечно, вот эта психопатичная часть Николаса Кейджа, которая замемилась, которая там часто с такими выпученными глазами. Он там сидит. Да, я не умею так изображать. Вот здесь она снова раскрывается. Мне прям реально вспомнился о культовой без лица, где он там, помните, бомбу заложил в церкви в начале фильма. И он еще там с монашками танцевал, там головой мотал. Очень круто. Не знаю. Может быть, у меня, конечно, не объективные отношения, потому что, ну, мне нравится Николас Кейдж. Мне нравится его актерская работа. Он потрясающе работает, потрясающе играет. И все фильмы с ним вот имеют какой-то особенный колорит. И здесь симпатия к дьяволу, схватка с дьяволом. Это не исключение. Короче, смотреть обязательно рекомендую. Прям один из лучших фильмов, виденных мной в этом году. Обязательно посмотрите. Ну что ж, друзья, вот и весь списочек на сегодня. Да, вы советовали мне очень много. Я все это записываю на стримах. Буду иметь в виду, буду качать, буду посматривать. Но эта неделя получилась очень загруженная. Женя Пряхин приезжал, стримили много, видосов новых много напилил. Поэтому прошу меня понять. Все будет, но все будет однажды, когда-нибудь потом. Вот, на очереди у меня постсоветский хоррор с Вицыным в главной роли. Наш ответ Хаги-Ваги. Наш ответ детским играм что-то там про кукол. Я даже удивился, когда узнал, что такое есть. Но, оказывается, есть где-то там в подзабытых аналах постперестроечного кино. Я нашел, скачал, буду смотреть. Надо посмотреть второй Обливион. Хочется просто для ознакомления, чтобы составить собственное мнение, посмотреть новых бременских музыкантов. Говорят, получилось неплохо. Стоит дать шанс. Ну и на очереди много других замечательных фильмов, как хорроров, так и не хорроров. Обо всем расскажу, выскажу свое подробное мнение. Ну и вы сами примете решение, стоит вам такое смотреть или нет. Я стараюсь быть максимально объективным. Ну, у меня нихрена не получается. Но, по крайней мере, описывая фильм, рассказывая сюжет, надеюсь, как-то это вам помогает выбирать хорошее среди плохого. Надеюсь, что так оно работает. С вами был Григорий Комов. Увидимся очень-очень скоро. Берегите себя и друг друга. Смотрите только хорошее. Пока.